Друзья, всем привет! Вы на канале Оля про Германию, и мы сейчас находимся на главной улице Дюссельдорфа. А зачем мы здесь? И не для того, чтобы погулять, а для того, чтобы устроить шоппинг. Наконец-то у нас открылись все магазины, и можно спокойно по ним походить, погулять без всяких тестов и без всяких записей. Поэтому пойдем сегодня с вами посмотрим, сколько стоят вещи в немецкой Zara и сколько здесь стоят немецкие бренды одежды. Ну что, готовы? Поехали! Итак, первое, куда мы отправимся, это будут отделы немецких брендов Tom Taylor и S. Oliver. Правда, для этого нам придется пойти совсем в другую сторону от главной торговой улицы Дюссельдорфа, потому что эти отделы по какой-то случайности находятся в торговом центре, не в самом центре города. Tom Taylor – компания, основанная в Гамбурге, и ее продукция считается продукцией средней ценовой категории. Производят коллекции женской, мужской одежды, детской одежды и одежды для подростков. В среднем бренд выпускает по 12 коллекций в год. Ребята, я решила полностью поменять свой гардероб и начать мне нужно, как казалось, с базовых вещей, потому что у меня вообще практически нет базы. Поэтому я набрала целую гуру в Tommy Taylor, и сейчас буду мерить. Тут не особо, конечно, много вот тех вещей, которые мне нужны. В общем, джинсы здесь стоят все практически по 70 евро, а рубашки стоят джинсовые по 60. Итак, ребята, в следующей очереди у нас S. Oliver. S. Oliver – также немецкий бренд, был основан в городе Роттендорф, Бавария. Также относится к среднему ценовому сегменту и производит одежду для мужчин, женщин и детей. А бренд назван в честь героя книги Чарльза Диккенса – Оливера Твиста. Ребята, мне кажется, я принесла сюда полмагазина. По ценам примерно то же самое, что и в Tommy Taylor. Джинсы тоже стоят 70, рубашки джинсовые тоже стоят 60. Ну, я тут еще набрала кучу всего. И проблема, что тут нет вообще базовых футболок, белых и черных, плотного материала. Толстовка – 70 евро. Футболки за 16 и есть еще за 13, но материал у них такой легкий, очень плотный. Рубашку эту я взяла по акции за 25 евро, а есть еще не по акции. Вот такая, она уже 50 евро. В итоге, друзья, пошли теперь на Кёнинс Али, в Золанда и во всеми любимую Зару. Мы перемещаемся с вами на Кёнинс Али или Королевскую аллею. Главную улицу Дюссельдорфа и по совместительству вместе с пересекающей ее Шадоуштрассе – главную торговую улицу города. На Кёнинс Али располагаются в основном бутики высокого сегмента, такие как Филипп Лейн, Гуччи, Армани, Прада и другие. На Шадоуштрассе находятся более демократичные бренды – H&M, New Yorker и ряд других известных отделов. Так как пандемия в мире продолжается, а в Германии до сих пор существует ограничение по количеству людей, которые одновременно могут находиться на торговой площади, у Золанда и Зары нас ждали большие очереди. Что мы встали в очередь в Золанда, сейчас мы в этой очереди часа два проведем, не меньше. Золанда – это один из известных мультибрендовых аутлетов в Европе. Здесь с большими скидками можно найти вещи от Boss, Nike, Adidas и других брендов. Изначально Золанда образовался в Германии как интернет-магазин, доставляющий вещи в страны Европы. Сегодня можно встретить несколько торговых физических точек, одна из которых находится в Дюссельдорфе. Очень куча разных брендов, вот посмотрите, даже давайте джинсы возьмем. О, ГЭС, сколько ГЭС стоит? Почти 40 евро. Е-сприт футболочка, здесь у нас стоит 13 евро, старая цена 30 почти. Сумочка Валентина, вот цена. Томми Хилфигер за 105 евро. Кельвин Клейм за 25. Версачи очки, они что-то совсем дешевые для Версачи. Покажи кроссы. А что за кроссы? Их кто? Что за бренд? Пола? Монган есть. Они мягкие вообще, а вот трех я их одел, они не так комфортно на них стоять. А сколько стоят? 80. МОКОВО, ПО-ППИСКА как у меня! МОКОВО Короче, не знаю, ребята, как вам, но меня, если честно, тут за Ландой не особо впечатлило. Я даже не хочу здесь ничего смотреть, рыться, мне прямо лень, если честно. Огромный такой магазин, и все вот так вот навешано, ну вы видели. В общем, напоминает чем-то наш русский магазин, фамилия тоже мультибрендовый. В общем, это не мое, такое я не люблю. Пойду в Зару. Думаю, Зара не нуждается в особом представлении, ведь это один из крупнейших мировых брендов одежды, и не только одежды. Розничная сеть насчитывает более двух тысяч магазинов по всему миру. И хоть Зара это не немецкий, а испанский бренд, мы все равно решили сходить в этот магазин, чтобы было с чем сравнить. Кстати, в отличие от многих других брендов, Зара производит многие свои коллекции на собственных фабриках в Испании и соседних странах, не передавая изготовление своих вещей на аутсорс в страны Азии. Этот факт, если честно, вызвал во мне глубокое уважение к бренду. Так, ребята, в Заре я тоже набрала всего примерять. Но я думаю, ни для кого не секрет, что тут раза в два дешевле все, чем в предыдущих магазинах. Вот, к примеру, джинсы здесь всего 30 евро стоят, и рубашки тоже 30 евро, есть еще за 20 евро. Музыка. 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 Кстати, забыла сказать, цены шорты из льна, вот эти 50% лен, они стоят 30 евро, а вот эти шортики 20. Филипп Плейн, ребята, кстати, тоже немецкий бренд, мы туда не пойдем, сегодня мы еще, к сожалению, на него не заработали. Кстати, помимо Золандо, в Дюссельдорфе есть и другие мультибрендовые аутлеты, один из них это ТК Макс, огромное трехэтажное здание с большой площадью, ассортиментом и хорошими скидками. Также несправедливо было бы не упомянуть такую мультибрендовую корпорацию, как Пик Антклоттенбург. Эта компания не является аутлетом, но в ее магазинах можно найти огромное количество известных брендов. Хоть бренды иногда и выходят чуть дороже, чем в оригинальных магазинах, согласитесь, довольно-таки удобно, когда все бренды можно найти в одном месте и не бегать из одного конца города в другой. Пик Антклоттенбург можно найти в 15 странах Европы, а что примечательно, так это то, что в Дюссельдорфе располагается один из главных офисов. Соответственно, и магазин здесь просто огромный, можно пропасть там без преувеличения на целый день. Находится в здании 14 тысяч квадратных метров и насчитывает пять или шесть этажей. Я честно сбилась со счету. Ну что, теперь пришло время сделать распаковку. Ну что, друзья, я надеюсь, это видео вам понравилось и вам было интересно узнать о ценах в Германии, особенно на немецкие бренды. А вообще, Германия это не лучшая страна для шопинга, потому что здесь все в разы дороже, даже чем в той же Польше или в Нидерландах, поэтому в Германию ехать что-то покупать себе я бы не советовала. Если это видео было вам полезно, делитесь им с друзьями, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!